Вадим Альбертович, уважаемые коллеги, мы продолжаем нашу дискуссию. Следующая наша тематика посвящена нутритивной поддержке и проблеме соблюдения клинических рекомендаций. На самом деле этот вопрос действительно не праздный. Специалисты пишут рекомендации, а врачи, которые работают в отделениях реанимации, не всегда успевают их почитать. И вот поэтому Европейское общество клинического питания и метаболизма недавно обновило свои рекомендации. И в августе 2023 года вышли новые на ревизе рекомендации, посвященных нутритивной поддержке в отделении реанимации и интенсивной терапии. К сожалению, ответ на вопрос, соблюдаются ли рекомендации, все ли мы делаем правильно, они дают отрицательный. И, наверное, в начале рекомендации имеется такой тезис, на сегодняшний момент существует разрыв между практикой клинического питания и варит и рекомендациями. То есть они подчеркивают, что даже в зарубежных странах, где уровень здравоохранения достаточно высок, высок контроль за ним, не все соблюдают клинические рекомендации. Ну, если взять 10 наиболее распространенных ошибок, которые встречаются в отделении анестезиологии и реанимации, то вот недостаточное питание как раз или неправильное питание является одной из этих 10 ошибок. И что самое важное, заметьте, это помечено таким красным флажком, что свидетельствует о том, что вот этот фактор влияет не только на количество осложнений, но и на показатели летальности. Традиционно, когда мы курируем пациента в критических состояниях, мы обращаем внимание на уровень сознания, газообмен. Соответственно, в первую очередь мы коррегируем состояние гемодинамики, назначаем вазопрессорные препараты, инфузионную терапию. Но, к сожалению, мы часто забываем нутритивные поддержки. И вот эта нутритивная поддержка как раз является вот тем кирпичиком, если который вытащить, то вся пирамида лечения пациента рушится. Поэтому мы должны с вами обращать внимание и на нутритивную поддержку по той простой причине, что она значимо влияет на результаты лечения пациентов в критических состояниях. Ну, с чем связана неадекватная нутритивная поддержка? Часто она связана с личной точкой зрения врача на клиническое питание. Да, безусловно, бывают организационные проблемы, бывает недостаток препаратов, но иногда врачи просто не успевают назначить нужное количество белка и энергии. Ну, извечные вопросы России. Кто виноват? Мы уже поняли, кто виноват. Пациент. Что делать? Ну, что делать? Наверное, нам нужно менять свой подход нутритивной поддержки и в настоящий момент преобладает так называемый персонифицированный подход нутритивной поддержки. То есть мы должны учитывать много факторов. Мы привыкли лечить сепсис, привыкли лечить перитонит. Но сейчас у нас пациенты другие. У нас больной не только с перитонитом, но и с коморбидной патологией. У него есть еще сахарный диабет, у него еще хроническая сердечная недостаточность. И это уже совершенно другой больной. Поэтому, конечно, большая гетерогенность пациентов. Клинические рекомендации написать для хирургического и терапевтического сепса в одной книжке, наверное, сложно. Это связано в том числе и с возможностью санации очага. И в настоящий момент высказана такая точка зрения, что нам нужно переходить от стратегии, один размер, который подходит для всех, когда мы назначаем грамм на килограмм массы тела, белок и энергии, к возможности фенотипирования и эндотипирования. Да, безусловно, это далекое завтра. Безусловно, мы должны учитывать и не только рост и вес пациента, но и наличие саркопении. Потому что потом нам придется отличать пациента от аппарата, а мышц у него не будет. Он не будет дышать. Причем это нутритивная поддержка. Да при том, что вовремя не назначили. И, соответственно, у нас наблюдается падение мышечной массы. Более того, нам необходимо оценивать доставку энергии по методам, связанным с непрямой калориометрией. Кроме того, эндотипирование должно учитывать явление внутриклеточного метаболизма, уровень энергетической обеспеченности и иже с ними. Да, безусловно, это сложно. Пока, может быть, это возможно только в эксперименте, но, тем не менее, к этому нам необходимо стремиться. Ну и когда мы обсуждаем наши действия в отношении нутритивной поддержки, стоит помнить о клинических рекомендациях и приказах. Их достаточно много. Вот по нутритивной поддержке всем известный 330 приказ от 2003 года, где в единственном приказе говорится о парентеральном питании. Кроме того, вышел приказ 2020 года. Я считаю, что они достаточно хорошо написаны. И мы многое можем из них подчеркнуть и аргументировать администрации. Ну и, кроме того, российские и зарубежные рекомендации, которые регулярно обновляются. Ну, прежде всего, считается, что необходимо нам оценить скрининг нутритивного статуса. Да, безусловно, мы должны знать, от чего мы отталкиваемся. И вот в последней ревизии рекомендаций европейского клинического питания и метаболизма общества, соответственно, есть ряд положений. Они предлагают рассматривать каждого пациента, который находится более 48 часов в отделении реанимации, как пациента с риском нутритивной недостаточности. И, соответственно, он должен получать питание. Более того, для оценки недостаточности питания они предлагают оценить общее состояние пациента, в том числе и анамнез, индекс массы тела, состав тела больного. И обязательно акцентируют внимание на объем мышечной массы. У нас сейчас пристальное внимание к саркопении, рапдомиолизу и к объему мышечной массы, которые мы можем оценивать и у кровати пациента с помощью методов УЗИ-диагностики. Ну, и в настоящий момент вот единой какой-то шкалы они не предлагают, но до этого предлагают оценивать именно клинические показатели и, соответственно, вот те шкалы, которые у нас есть с вами под рукой. Ну, безусловно, ключевым моментом является доставка энергии и белка. Сколько, в общем-то, мы об этом спорим, мы не можем прийти к единой точке зрения, но, тем не менее, сейчас все-таки она вырабатывается. Ну, прежде всего, вот эта линейка выживания по аналогии сердечно-легочной и мозговой реанимации. Мы понимаем, что если пациенту недостаточно обычной пищи, мы даем пароральное дополнительное питание. Не стоит забывать, что часть пациентов у нас в реанимации на самостоятельном дыхании находится, они могут принимать сиппинг. Дальше идет энтеральное питание, ну и в резерве всегда остается парентеральное питание, которому мы в последнее время уделяем большее внимание, чем, допустим, лет пять назад. Ну, что касается питания, да, безусловно, раннее энтеральное питание – это метод выбора. В течение первых 48 часов именно с него нужно начинать, а не с раннего парентерального питания. Ну, естественно, мы себе задаем вопрос, хорошо это в клинических рекомендациях, что будет, если мы начнем с парентерального питания. Ну, посмотрите, статья 23-го года, известный журнал «5 тысяч пациентов», 357 пациентов получали парентеральное питание, остальные – энтеральное питание. Что же оказалось? Назначение парентерального питания в течение трех дней после поступления в отделение реанимации не снижало 28-дневную смертность, а ассоциировало с увеличением длительности пребывания в стационаре. То есть мы можем начать с парентерального питания, но ухудшим результаты, и, соответственно, стоимость лечения пациента будет намного выше. Администрация не похвалит. Ну, что касается алгоритма третивной поддержки больного в критических состояниях, он достаточно хорошо прописан. Мы знаем, что доставка белка энергии увеличивается постепенно, достигая, как бы сказать, референтных значений к пятому дню пребывания в отделении реанимации. Ну, а дальше в зависимости от успехов и наличия реабилитационных мероприятий мы, естественно, увеличим доставку белка энергии. Но акцент мы делаем именно на острую фазу. Это очень-очень важно для нас. Почему? Да по той простой причине, что если сразу дать расчетное значение белка энергии, то мы резко повысим смертность наших пациентов. Вот мы видим терминологию, что такое гипокалорийное питание, что такое низкое содержание белка и высокое содержание белка. И мы с вами должны понять, что на начальных этапах лечения пациента у нас имеется выработка эндогенной энергии, которую мы не можем подавить ни нутритивной поддержкой, ни чем. У нас есть синдром гиперметаболизма. Пока мы не справимся с воспалением, у нас будет проходить выработка эндогенной энергии, которая очень значима в течение первых двух-трех дней. И поэтому оптимальным в начальных этапах является 70-80% энергии от значений, полученных с помощью непрямой калориметрии. Почему? Потому что непрямая калориметрия тоже не учитывает выработку эндогенной энергии. Мы оцениваем затраты пациента. И вот выработка эндогенной энергии может достигать 400-500 килокалорий в сутки. То есть, представляете, если мы на эти 1500 калорий еще дадим 2000 калорий, что будет? Будет гиперэлементация. А организм требует нам катаболизма. Ведь на самом деле катаболизм в первые два суток является защитной реакцией. Он обладает органопротекторными эффектами. Да, безусловно, постепенно из защитной реакции он перетекает в патологическую. Но в первые два дня происходит как раз вот внутриклеточное очищение от окисленных белков, поврежденных митохондрий. Поэтому татуфагия, о которой мы очень много говорим последние, наверное, лет 5 или 10 даже, она очень важна. И поэтому катаболизм в начальных этапах мы не сможем подавить полностью. Ну, что касается далее, мы должны с вами понимать, что современные тенденции требуют от нас использовать методы непрямой калорийметрии. Да, они везде есть. Больше они есть в научных учреждениях или в тех учреждениях, которые занимаются нутритивной поддержкой. Но, тем не менее, когда пациент находится на искусственной вентиляции легких, то мы должны использовать методы непрямой калорийметрии. Если же у нас этих методов нет, то, соответственно, мы должны предпочесть гипокалорийное питание на начальном этапе. Почему? Потому что вот при 70% доставке энергии от расчетных значений наблюдается максимальная выживаемость наших пациентов в острой фазе критического состояния. Ну, а если у нас есть методы непрямой калорийметрии, то, наверное, мы уже можем использовать с третьих суток из-за калорийного питания. Ну, что касается персонализированного энергообеспечения больных в отделении реанимации интенсивной терапии на основе непрямой калорийметрии, то было показано снижение летальности на 23%. Да, безусловно, есть работы, которые не подтверждают это, но, тем не менее, все больше работ, которые как раз подтверждают данные метаанализа. То есть, действительно, снижение летальности на 23% у больных в критических состояниях, ну, это такие драматичные цифры, которым стоит присмотреться. Что касается белка, да, действительно, существуют две точки зрения, что белка нам нужно давать много. Ну, наверное, точка зрения и правильная, только смотря на каких этапах много. На самом деле, вначале мы постепенно увеличиваем доставку белка по той простой причине, что в организме у нас нет депо-белка. То есть, если у нас есть депо-гликогены в печени, в мышцах, то депо-белка нет. Поэтому, откуда берутся аминокислоты дальше, разрушаются мышцы. Разрушаются мышцы, и, соответственно, потом пациента мы не можем реабилитировать, у него возникает инфекционное осложнение, и мы не можем отлучить его от искусственного, от респиратора. Начинаем обсуждать различные режимы, начинаем обсуждать, что мы опять слишком много перелили жидкости, вспоминать белково-онкотическое давление. Но, тем не менее, причины-то часто бывают в другом. Пациент съел свои мышцы, ему просто нечем дышать. Поэтому мы должны предвосхищать разрушение мышц. Но вместе с тем сторонники большого количества белка в первые сутки, они тоже у нас потерпели поражение. Вот была очень интересная работа, опубликованная в Ланцете, она пришла к нам летом в Российскую Федерацию, и авторы, в общем-то, предложили или классический вариант доставки белка, там, до 1,3 грамма на килограмм в сутки, или большое количество белка 2,2 грамма на килограмм в сутки. То есть по принципу, что чем больше, тем лучше. Оказалось, что все это не так, далеко не так. И вот назначение белка в дозе 2,2 грамма на килограмм в сутки в сравнении со стандартными значениями у больных, находящихся на НВЛ, не снижало показатели летальности. Более того, было предположение, что ухудшались результаты, особенно у пациентов с острым повреждением почек и выраженной органной дисфункции. Да, безусловно, будет приведен пост-хост-анализ. Мы узнаем много интересного в этом исследовании. Но, тем не менее, с точки зрения клинических рекомендаций, остается неизменной постепенно увеличивать доставку белка, не превышая разумное значение. Очень интересная работа появилась тоже буквально в сентябре этого года. Оказалось, что высокое потребление белка в первые три дня у больных с гипофосфатомией ассоциировано с увеличением 6-месячной смертности. Тоже вот рефитинг-синдром, о котором мы забываем. Так вот, оказывается, назначили много белка, и большинство пациентов у нас погибает. Естественно, в рекомендациях мы выйдем постепенно увеличение доставки белка энергии в острой фазе. Но, к сожалению, стандартными препаратами мы не можем достичь этих рекомендаций. Почему? Потому что стандартные препараты содержат неизмененное соотношение белок, азотно-белковые килокалории. И вот для этого созданы специальные препараты типа Фрезубин Интенсив, впрочем, другие компании тоже создают аналогичные препараты. И мы видим особенность. Азотно-белковые калории 1 к 78. Мы привыкли к 1 к 130. Почему здесь? Да по той простой причине, что в острой фазе у нас есть гигантская продукция эндогенной энергии. Вот она как раз идет на усвоение белка. А если мы дадим стандартные препараты, то мы или не дадим белок, или слишком много доставим пациента энергию. Поэтому на эти препараты стоит обращать внимание на стартовой терапии. Ну, естественно, возникает вопрос, который мы ставили в самом начале презентации. Соблюдаются ли клинические рекомендации? Вот это первая работа, которая появилась после выпуска клинических рекомендаций 2019 года Европейским обществом клинического питания и метаболизма. Достаточно представительное исследование, более тысячи пациентов. Пациенты, на наш взгляд, тяжелые. По АПАШ-2 они набрали больше 18 баллов. Минимальная продолжительность пребывания варит составила 5 дней, средняя продолжительность 10 дней. Что же оказалось? Оказалось, что если доставка энергии составляет 83% от рекомендуемых, что, в общем-то, достаточно прилично. А вот доставка белка составляет всего 65% от рекомендуемых. Поэтому, коллеги, мы недокармливаем пациента именно в отношении белка. Нам нужно постепенно увеличивать доставку и соблюдать клинические рекомендации. Также всегда стоит вопрос об оптимальном пути и виде антритивной поддержки. Опять же, вот этот кирпичик мы вытянули, если что-то не сделали, и вся пирамида лечения пациента рухнула. Ну и считается, что мы должны использовать желудочный доступ при проведении энтерального питания. Ну а если у нас есть высокий риск аспирации или прокинетики не работают, тогда мы уже можем думать, собственно говоря, о постпилорическом доступе. Кроме того, в настоящий момент считается приоритетным использование непрерывной доставки энергии и белка, а не болезненного энтерального питания. Ну, кто-то пытается говорить, что назначая прерывистое питание, мы тем самым поддерживаем циркадные ритмы. Ну, поверьте, у наших пациентов уделение реанимации циркадные ритмы настолько сбиты, что вот это болезненное энтеральное питание, оно их не нормализует. Ну и, соответственно, при постпилорическом энтеральном питании регистрируется меньше число нозагомиальных пневмоний, что, собственно говоря, нас не удивляет. Меньше риск регургитации, меньше, соответственно, риск аспирации. Про энтеральное питание, ну, естественно, камень преткновения, мы его любим. Сестры особенно любят, оно проводится гораздо легче и с меньшими трудозатратами, чем энтеральное питание. Ну, вопрос о нем встает на 3-7 сутки пребывания пациента в отделении реанимации, когда энтеральное питание невозможно или неэффективно, раньше не нужно. Мы поем гимн энтеральному питанию, но мы должны с вами понимать, что у 30% пациентов наблюдается непереносимость энтерального питания, которая ассоциирована с увеличением дней без ЭВЛ. Если мы будем агрессивно наставить на энтеральном питании, то мы или не докормим пациента, или получим какие-то осложнения. Поэтому мы пытаемся выбрать золотую середину, и когда энтерального питания недостаточно, то мы комбинируем энтеральное питание и парентеральное питание. И вот тогда, да, действительно снижается количество нозокомиальной инфекции, уменьшается количество летальных исходов, ну, а доставка энергии белка, соответственно, увеличивается, что, опять же, не вызывает у нас удивления. Ну, полное парентеральное питание, оно включает как макронутриенты, так и микронутриенты. Безусловно, здесь все доставляется извне, поэтому мы должны обращать внимание на каждый пункт этой программы. Ну, в настоящий момент считается, что жировые эмульсии – это обязательный компонент парентерального питания. Более того, в состав жировых эмульсий должны входить омега-3 жирные кислоты из-за их противовоспалительного эффекта. Об этом сказано уже немало. Немало, и, соответственно, вот консенсус, посвященный липидам в парентеральном питании, который прошел под эгидой Американского общества клинического питания и метаболизма, доказывает, что там омега-3 способны уменьшать выраженность воспаления. Вот данные, опять же, метаанализа. Чем оно интересен? То, что здесь оценивается не только медицинская проблема, но и, соответственно, экономическая. За рубежом считают деньги, впрочем, мы тоже вынуждены считать их. И вот анализ результатов назначения парентерального питания в пяти странах Европы и Соединенных Штатах Америки показал, что включение в состав парентерального питания омега-3 жирных кислот у больных реабилитационного профиля ассоциируется с снижением относительного риска инфекционных осложнений, длительности пребывания в стационаре и длительности пребывания в АРИД. То есть это все здорово, это те показатели, за которые нас ругают или за которые, наоборот, нас хвалят. Более того, снижение стоимости варьировало, ну, понятно, это в их ценах, у нас, наверное, стоимость несколько иная, но, тем не менее, цифры впечатляющие. От 3 до 9 тысяч долларов или евро обходилось дешевле лечения пациентов при использовании омега-3 жирных кислот. Более того, мы должны помнить о том, что при проведении парентерального питания нам необходимо обеспечить субстратный метаболизм с помощью комплекса микронутриентов. Это и микроэлементы, и, соответственно, витамины, вода и жира растворимые. Ну, если обратить внимание на последние рекомендации, там есть очень интересный пункт. Оказывается, вот все эти микронутриенты для парентерального введения нам нужно назначать части пациентов, которые получают энтеральное питание. Почему? Потому что считают, что в энтеральном питании их достаточно, но если энтерального питания недостаточно, почему должно быть достаточно микронутриентов? Поэтому при парентеральном питании рекомендуется назначать коммерчески доступные микронутриенты, Соответственно, если энтеральное питание неадекватно, мы должны рассмотреть назначение парентеральных микронутриентов. К примеру, при проведении почвенно-заместительной терапии большие потери идут микронутриентов. Или при различных нарушениях пищеварения, в том числе и диареях. К сожалению, оценка уровня микронутриентов не только в наших реанимациях, но и за рубежом затруднены. Поэтому часто у нас пациенты страдают от недостатка этих микронутриентов. Далее идет необходимость назначать дополнительные компоненты. Мы помним о витамине D, которым мы очень много узнали во время новой коронавирусной инфекции. Соответственно, если есть подозрение на дефицит, мы должны измерить его уровень, что доступно и назначить. Кроме того, очень много копий сломано в отношении глутамина. В последних клинических рекомендациях говорится о том, что при больных с ожогами и у больных при тяжелой травме необходимо назначать глутамин энтерально по той простой причине, что его бывает недостаточно. Да, действительно, эта аминокислота не входит в состав парентерального питания. Мы знаем, что глутамин участвует во многих процессах, в том числе и поддержание целостности слизистой кишечника. А вот баланс глутамин у больных в критических состояниях, он, собственно говоря, бывает отрицательный. Поэтому рекомендуется у пациентов с ожогом и пациентов с тяжелой травмой назначать глутамин энтерально. Кроме того, мы видим, что действительно глутамин приводит к негативным последствиям. Эти последствия подробно хорошо описаны. И, соответственно, в российских рекомендациях есть положение о том, что мы должны назначать глутамин внутривенно. Ну, сразу оговорюсь, в зале наверняка сидят люди, помнившие исследование Редокс. Мы должны назначать его гемодинамически стабильным пациентам без явления выраженной почечной и печеночной недостаточности. Далее, что касается диетолога в отделении реанимации интенсивной терапии. Ну, профессии нутрициолога в России нет. Речь идет о диетологе, о преемственности между отделениями. Потому что в отделениях реанимации чаще пациентов лучше кормят, чем в профильных отделениях. Потому что там больших специалистов, знающих клиническое питание. Ну, иногда анестезиологов и реаниматологов называют внештатными нутрициологами. Ну, и мы знаем, что после перевода в профильное отделение пациенты начинают питаться намного хуже, чем в отделении реанимации. Вот это очень интересное исследование, оно уникально тем, что здесь оценку доставки энергии использовали с помощью непрямой калориметрии у пациентов, находящихся на самостоятельном дыхании. И, соответственно, у пациентов, находящихся в профильном отделении. И оказалось, что мы их значимо недокармливаем. То есть, по сути дела, они получают половину от должного белка и энергии. То есть, они голодают. Естественно, возникает вопрос, почему? Причин много. От организационных, то, что не успели что-то заказать, до, собственно говоря, причин, как бы сказать, логистики, то, что не успели привезти. Естественно, часть пациентов считает себя слишком больными, часть персонала считает себя слишком занятыми, чтобы еще кормить больного. Он должен сам есть. Но, к сожалению, на этом этапе происходит удаление зонда, и вот такое адекватное поступление белка и энергии не происходит. Поэтому мы должны помнить о том, что пациенты, как бы сказать, недокармливаются. При этом у них потребности в белке и энергии возрастают. Почему? Потому что они переходят из зонтального положения в вертикальную. У них восстанавливается функция локомоция, начинают более активно двигаться, общаться, звонить по телефону, что-то пытаться сделать. И вот потребности в белке и энергии возрастают. При этом аппетит низкий. Поэтому можно использовать различные способы. Ну, наверное, оптимально. Это назначение парорального дополнительного питания. Или, если это не помогает, ну, опять возвращаем зонт и объясняем пациенту, зачем мы это сделали. Будешь есть – удалим. Тоже хорошая мотивация для наших больных. Ну, на самом деле, если в отделение приходит диетолог, ну, или просто какой-то консультант, разбирающийся в клиническом питании, то у пациентов улучшается энергетический и белковый баланс. В общем-то, это понятно. Если есть еще одна нянька, соответственно, пациенту будет лучше. Ну, я всегда привожу в пример. Когда появляются клинические отделения, клинические ординаторы в отделении реанимации, интенсивной терапии, то выраженность реабилитационных мероприятий резко возрастает. Есть кому поворачивать, есть к пациентам сбоку на бок, есть кому заниматься с ними. Так и диетолог. Значит, ну, что касается скорости введения, длительности перерывов при проведении интуитивной поддержки. Болезненная тематика, к сожалению, она остается актуальной. Вот очень интересное исследование, в которое включили 148 больных реанимационного профиля, которые получали интервальное питание более одного дня. Что же оказалось? Оказалось, что за время пребывания в реанимационном отделении перерывы в кормлении составили 13% от общей продолжительности интуитивной поддержки. То есть они недополучили 100 грамм белка и 1780 килокалорий. Почему? Да по той простой причине, что пациента начинают не вовремя кормить. Отвезли на КТ, отключили зонт, соответственно, от энтеромата. Пациента опять не есть. Перевезли, не сразу подключили. Ну и при анализе оказалось, что 72% перерывов кормления были связаны с человеческим фактором. Ну и только 20% опять же с непереносимостью кормления возникала рвота. Но опять же нужно задуматься, почему она возникла. Может быть, зонт не там стоял, может быть, объем слишком большой вели или прокинетики не назначили. Во всяком случае, проблема тоже актуальна. Мы должны обращать на нее внимание. И, собственно говоря, она влияет на качество оказания помощи. Мы не творим интуитивные поддержки. Но если мы мониторируем гемодинамику, за обмен, наверное, мы должны мониторировать состояние интуитивного статуса и приведение к клиническому питанию. И, безусловно, создание адаптированных местным условиям протоколов мониторинга интуитивной поддержки уменьшает риски осложнений клинического питания. Нужно адаптировать к той больнице, которая у вас есть. Да, безусловно, если поставите на первом месте непрямую калориметрию, у вас нет прибора, то врачи будут расстраиваться и дальше не будут читать. Если первого пункта нет, зачем нам остальное соблюдать? Адаптируйте протокол к тому, что есть уровень глюкозы, уровень калия, натрия, объем мышц с помощью ультразвуковой диагностики. Все это возможно при желании. Следующее. Необходимо внедрять протокол интуитивной поддержки в медицинском учреждении. Да, безусловно, клинические рекомендации у нас есть. Их спустили сверху, вы их перевели, все здорово. Но у вас-то больница другая совершенно. У вас, может, превалируют хирургический пациент или терапевтический, или пациент с ожогами. Поэтому нужно написать конкретный протокол под ваше отделение. Соответственно, внедрение этого протокола сопровождается увеличением потребления энергии, снижением частоты побочных явлений, ну и, собственно говоря, перерывов кормления. То есть, если будет четкий алгоритм понять, он будет понять и на сестре, и врачу, они договорятся между собой. И, собственно говоря, все это выполнят, выполнят. Ну, также необходимо обучение персонала нутрициологии. Ну, наверное, это такой один из самых сложных вопросов, потому что сестры, как правило, в отделениях реанимации долго не задерживаются. Они уходят в более легкие отделения, и, соответственно, приходится заново обучать всех этих сестер. Ну, считается, что образовательные программы в области нутрициологии улучшают качество нутрициологии, в результате чего сокращается длительность пребывания больных варит. То есть, согласитесь, очень интересно, что если мы обучим персоналу, то пациента будет меньше находиться в отделении реанимации интенсивной терапии. Заманчивая солидная мотивация. Поэтому, конечно, нужно заниматься этим. Ну, вот наш съезд, наши лекции, сегодняшняя секция еще будет посвящена нутрициологии поддержки. Наверное, они как раз и созданы для того, чтобы, ну, донести какие-то определенные знания, подходы к нашим докторам, и которые уже внедрят их на практике, и, соответственно, мы получим позитивный эффект от нутритивной поддержки. Ну, и завершая свое выступление, у меня уже время подходит к концу, вместо РЗМ, мы должны с вами понимать, что проведение индивидуализированной нутритивной поддержки снижает летальность и стоимость лечения больных в стационаре. То есть, на самом деле, когда мы говорим о том, что нужно что-то сделать в отделении реанимации, мы часто встречаем негативный ответ. Зачем? Зачем нам это делать? Мы кормим пациента. У нас вот баба Маша принесла там кашу из пищеблока. Давайте вот кашу покормим. Нет, к сожалению, вот наш пациент кашу не усваивает. Даже если они в сознании, они могут эту кашу есть из-за непривычного вида, там, я считаю, каких-то органолитических свойств. Поэтому действительно нужно подходить индивидуально. Не все пациенты могут перенести то, что мы назначаем. Поэтому мы должны постепенно увеличить. Это касается интерального питания. И прентерального питания. Поэтому вот если мы все-таки создадим вот этот индивидуализированный протокол для каждого пациента, он, естественно, будет каждый раз меняться, то мы уменьшим длительность госпитализации, мы снизим количество осложнений и, соответственно, снизим риск перевода больных в арит из профильных учреждений. Потому что что бывает, мы перевели пациента из отделения реанимации, дальше у нас инфузионная терапия не проводится в должном объеме, антибиотики прервались, соответственно, нутритивная поддержка тоже не проводится. И что, и он чудо, через сутки, а то и двое, он поступает к нам в состоянии гиповолимии или гиповолимического шока. И мы начинаем все заново. Поэтому, коллеги, наша специальность уникальна. И сегодня наш праздник, я всех вас поздравляю. И надеюсь, что наши знания, которые мы получим на эти съезде, могут быть применены на практике. Спасибо.